МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Приветствуем всех зрителей национального телевидения Чуваши. Это программа перевёртых АКИЛ БУФСЕР. Сегодня в выпуске слушаем удивительные истории ветеранов Великой Отечественной войны. Выясняем, о чём спрашивали главу нашей республики юные журналисты. Узнаём, какие вредные привычки бывают у школьников. И готовимся ко дню защиты детей. Вот и отгремел салют победы. 69 лет назад наши прабабушки и прадедушки победили в Великой Отечественной войне и освободили страну от фашистов. День Великой Победы отмечают 9 мая во всех уголках России. Мы, например, всегда ходим смотреть парад военной техники. Слова благодарности ветеранов войны слышны в каждой школе, в каждом детском саду. Вот какой концерт приготовили для победителей, мальчики и девушки шестого детского сада. Летним утром на рассвете, когда мирно спали дети, Гитлер дал войскам приказ. Он велел народ советский уничтожить и убить. И вот, смотрите, прошло 69 лет, как мы празднуем победу, А все равно ему ничего не удалось сделать. Очень много погибло, но многие остались живые. И сейчас они с удовольствием смотрят на талантливых малышей. А те молодцы подготовили для ветеранов песни, танцы, стихи. Я веду сегодня речь вот о чем, ребят. Надо о Родине бить по солдатски света. А это уже благодарность от воспитателей. Танец «Синий платочек». Отчего ветераны так часто плачут, когда смотрят на нас, детей? Хочется верить, что это слезы счастья. От того, что сейчас мы живем в мирное время и не знаем, что такое голод, бомбежки и ранения. Людмила Ивановна во время войны жила в Ленинграде. Войска фашистов перекрыли к этому городу все дороги. Привезти еду жителям было практически невозможно. Я не помню, что ела. Потому что я вообще не помню, как я там прожила. Поэтому я и дистрофик стала. Мама с папой умерли. Запасов никаких нет уже к 40-м году. Ну и сестра единственное, что мне приносила с фабрики, что разрешали, видимо, жареные дрожжи. Вот никогда не ела. Но это было очень вкусно. Очень мне нравилось. Вот только это. А вот Агриппина Алексеевна во время войны работала санитаркой на фронте. Сейчас у нее 9 правнуков. Она часто рассказывает ребятам о том, как после войны ее разыскал человек, которому юная санитарка спасла жизнь. Стою, и один мужчина смотрит и смотрит на меня. Я даже возмутилась. Мне как-то неудобно. Вы, говорит, на фронте были? Я говорю, была. А где воевали? Вот под Орлом была? Я говорю, была. Там полученные раны мне до сих пор напоминают об этой битве, говорю. Сколько лет я вас искал, говорит. Вы меня спасли жизнь. Когда я перевязывала одному раненому в передовую голову, слышу стон. Санитар, санитар кричит. Я этого отправила. Ноги у него целые. Пешком отправила в свою санчасть. И ползком, вот бомбежка идет, снаряды рвутся. Я ползком подошла к нему. Смотрю, у него выше колена раны очень серьезные. Я быстренько из санитарной сумки вытащила жгут, наложила выше раны жгут, переложила на плащ-палатку. Когда тащила. И вот он, видимо, почувствовал, что мне трудно. И говорит, доченька, откуда с родом приехала? Ну, ему где-то за 40, а мне ровно 18 тогда было. И вот я сказала, с Чувашии. С какого района, говорит. Я успела район сказать, но тут же подъехал ездовой, переложили, там же секунду, дорога. Переложили на телегу и увезли. История каждого ветерана войны удивительна и неповторима. И мы с вами должны знать этих героев, помнить о них и говорить спасибо всем, кто боролся за мир на земле. Никита, отгадай загадку. Они задают много вопросов и быстро пишут. Врачи, что ли? Вообще-то я имею в виду журналистов. Ну да, тоже подходит. Журналист – это очень интересная профессия. Они добывают информацию и передают ее людям. Недавно в нашем городе собрались сотни юных журналистов из самых разных городов. В Чувашию они приехали для того, чтобы учиться снимать телевизионные программы, писать статьи в газеты, а еще для того, чтобы познакомиться друг с другом. Наш следующий сюжет – фестиваль «Волжские встречи». Множество фотоаппаратов, видеокамеры и микрофонов. Участники фестиваля «Волжские встречи» не сидят за партами. Они творят, снимают свои программы, пишут статьи в газеты. А за «Волжский воздух» помогает взялся материал интересный. Никита Турчин уже 4 года занимается в телестудии. Он точно знает, почему хочет быть журналистом. Доказать, что не просто буду сидеть на диване и смотреть телевизоры, обсуждать других, а именно встану на то место и буду говорить различные новости, сообщать, какую интересную информацию людям доносить. Учителя на фестивале «Волжские встречи» – настоящие профессионалы. Почетный гость и тренер – известный российский актер Иван Кокоренко. С ребятами он провел настоящий театральный урок. Попробуйте и вы встать напротив своего друга и отзеркалить все его движения. То есть повторяешь и скорость, и ту руку, да? Для этого нужно быть просто сосредоточенным и внимательным. Познакомиться с удивительными гостями «Чуваши» на «Волжские встречи» приехала глава нашей республики. Меня зовут Миша Игнатьевич. Можете записать? Ну, спасибо. Ребята-журналисты не растерялись. Устроили настоящую пресс-конференцию. Создавали Михаилу Васильевичу самые разные вопросы о работе, семье, мечтах. Мы все разные и все по-разному мыслим. И у каждого, наверное, тоже мечты разные. А я хотел быть в детстве агрономом, потому что родители работали в деревне, занимались земледелием. И мечту я свою, в своей жизни исполнил. Фестиваль «Волжские встречи» — это всегда новые друзья, знания, идеи и запас вдохновения на целый год. Кроме Филиппов, Антон Вовк, Акилбупсер. А сейчас один интересный факт. Профессиональные журналисты, работая в кадре, делают микрофон вот так, а не так. Так микрофон только песни поет. А это уже совсем другое искусство. Кстати, пока юные журналисты повышали свое мастерство на «Волжских встречах», юные вокалисты участвовали в международном конкурсе «Национальное достояние», который тоже прошел в Чебоксарах. Подробнее в следующем сюжете. В конкурсе «Национальное достояние» принимают участие и малыши, и взрослые. Они поют, танцуют, рассказывают стихи и играют на музыкальных инструментах. Жюри оценивает даже выступления, присланные по интернету. Организаторы фестиваля всем хотят показать, как много разных народов живет в нашей стране. «Национальное достояние» — это те дети, которые сегодня живут в России и которые завтра будут возглавлять наши страны, наши города, наши республики. Поэтому это достояние — это то, что завтра засверкает яркими искорками, яркими звездами. Сегодня дети здоровы, сегодня дети счастливы от того, что они занимаются искусством и творчеством. Одни из самых юных участников конкурса — ребята из студии «Ветерок». для них это первое выступление на большой сцене. Но мальчики и девочки уже знают, что надо делать, чтобы стать победителями. И петь красиво, и не баловаться, и красиво двигаться, и петь, и танцевать. Там нельзя есть сладкое, орехи. В основном тушеное можно есть, как на диете. А это уже секрет хорошего выступления — звездочки из Владивостока. Ну, конечно, рассчитываю на лауреата второй хотя бы степени. У нас строгая, справедливая жюри. Но те дети, которые занимаются хореографией, они очень это все видят и понимают. Они видят друг друга, и нам ошибки они не дают делать. И поблажек тоже. Победители конкурса «Национальное достояние» получают не только дипломы и подарки, но и шанс стать участниками и других известных конкурсов. «Новая волна» и «Голос. Дети». Соня Антонова, Андрей Шоклев, Акилбупсер. Этот сюжет в эфир уже выдали, об этом рассказали. Брат, что ты делаешь? Извини, задумался. Она все-таки к тебе приклеилась. Кто? Вредная привычка, грызь ручку, берегись. Избавиться от нее будет сложно. Я справлюсь. А давай у ребят спросим, какие еще вредные привычки бывают у школьников. Очень интересная тема. Здравствуйте. Какие вредные привычки бывают у школьников, я решила спросить у своего учителя. Ведь Ирина Владимировна видела много разных ребят. Я действительно уже много ребят проучила. И так не хотелось бы, чтобы они были вредные привычки. Но они есть. Причем они у всех одинаковые. Что 10 лет тому назад, что 20 лет тому назад. Но самая, пожалуй, вредная привычка, самая распространенная – это дети грызут ручки на уроках. Наверное, очень сильно переживают, хотят хорошо ответить. Еще одна вредная привычка у детишек. Но среди моих ребят таких мало. Опаздывают. Друзья, а теперь вопрос к вам. Приклеилась ли кому-нибудь вредная привычка? Да, Алин, у меня есть вредная привычка. Моя первая привычка – это я иногда себя не могу сдержать на уроке и веду себя как выскочка. А иногда я даже разговариваю с соседом во время урока. У меня есть вредная привычка, когда я пишу «Низко наклонять голову». Я пытаюсь с ней справиться, но у меня это пока не получается. Я грызу ногти. Вот как хочется, пытаюсь справиться с этой привычкой, как хочется ногти погрызть, вот так вот делаю, и сразу убираю руку. Думаю, нет, не надо, нужно отстать от этой привычки. Я все время задираюсь. Я пытаюсь это повороть как-то, но у меня не получается. Я, как и многие, качаюсь на стульчике, но один мой друг даже упал со стула, а я нет. У меня тоже есть вредная привычка – это слова-паразиты. А что за это такие слова? Ну, например, шел, ежик, по лесу. Я иногда ворчу и бурчу, как старый дедушка. А теперь комментарий специалиста. Как побороть вредную привычку и что нужно делать, чтобы она к вам никогда не приклеилась, мы узнаем у психолога. Вредные привычки формируются очень легко. Отложил, например, на утро, поленился собрать портфель после выполнения домашних заданий раз, другой, а на третий раз уже оставишь все как есть. Воспитать хорошую, полезную привычку в себе можно, но потребуются усилия и старания. Главное – поставить перед собой цель, принять твердое решение и не отступать от этого решения. А мне остается пожелать всем школьникам хорошо закончить чудебный год с пятерками и без вредных привычек. Лена Егорова, Андрей Шоклев, Акилбупсер. А сейчас самая веселая и даже немного хулиганская новость. Сотрудники национального телевидения Чуваши и ребята из студии Куча Мала придумали устроить чемпионат по метанию портфелей. Да-да, не удивляйтесь, он состоится 1 июня, первый день самых длинных каникул, когда портфели будут уже не нужны. Итак, приходите с портфелью в парк Николаева, закидывайте его дальше всех и получайте классные призы. Соревнование пройдет в разных возрастных группах. Чемпионат начнется в 13 часов. Не опаздывайте, будем веселиться и справлять день защиты детей вместе. А сейчас пора прощаться. Для вас работали Данила и Никита Васильевы. Смотрите программу Акилбупсер в национальном телевидении Чуваши и в интернете. Хорошего всем настроения. И помните, каникулы осталось совсем чуть-чуть. До свидания. Выясняем, о чем спрашивали главу нашей республики юные журналисты. Чего там говорить? Я не знаю, это только написали. Пусть так. Узнаем Данил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.